Большое спасибо за представленную возможность выставить нашу работу на общее обсуждение. Глубоко уважаемый президиум, глубоко уважаемые коллеги. Первым этапом развития контактной литотрепсии явилась дезагрегация мочевых камней механически. В 1822 году, когда Дейлиотс создал свой первый механический цистолитотрептор. Следующим этапом развития контактных способов разрушения камней и дистанционных стало открытие Льва Александровича Юткина в 1957 году. В 1958 году уже в Киевском НИИ урологии в отделе мочекаменной болезни под эгидой профессора Единого был создан первый в мире контактный литотрептор. В дальнейшем развитие получило уже, начиная от этого контактного литотрептора, родилась и дистанционная литотрепсия. На сегодняшний день современная урология обладает такими способами разрушения камней, как механическая, электрогидравлическая, ультразвуковая, пневматическая, лазерная и контактный литотрепсия. Такой широкий спектр способов дезагрегации мочевых камней порождает необходимость выделения приоритетности методов. Это определило актуальность нашей работы, ну и актуальность нашего слайда. То есть необходимо вырвать оптимальный путь и не пойти неверным путем. В нашей клинике вопросы дистанционной литотрепсии разрабатывались с 1990 года. С этого времени до 2006 года под руководством Алексея Владимировича Люлько по этой теме вышло большое количество печатных работ, монографий, кандидатских и докторских диссертаций. В 1992 году клиника урологии Днепропетровска была признана Всесоюзным организационно-методическим центром по вопросам ДЛТ. В 2006 году в нашей клинике была впервые создана модульная операционная на базе аппаратуры фирмы «Сименс» – это установка «Модуляис Уроварио». За основу комплектации был выбран вариант, предложенный профессором Мартовым, нейрологии «Россия». Комплектация эндоскопической стойки с контактными литотрепсией представлена исключительно фирмой Карлс Шторс. Когда была организована модульная операционная, Алексей Владимирович поставил перед нами тут же задачу – оценить и сравнить эффективность контактной и дистанционной литотрепсии. В те годы мы уже имели статистику Европейской ассоциации урологов, и она выглядела вот таким вот образом, что представлено на этом слайде. Следующий этап – это с 2003 по 2006 Европейская ассоциация урологов показала, что дистанционная литотрепсия стала отступать. То есть уже не золотой был стандарт, то есть уже наши европейские коллеги показывали, что гораздо лучше себя чувствуют такие контактные способы, как перкутанная нефроскопия и уротерареноскопия. Учитывая эту статистику, с 2006 года клиники урологии стали больше внимания уделять контактным способам разрушения. И те данные, которые мы получили, они настолько удивили и нас, и нашего Алексея Владимировича, что, в общем-то, вот первые данные наши – это с 2008 по 2009. Вы видите, что дистанционная литотрепсия у нас выполнялась в 44% только лишь, когда уротерареноскопия в сочетании с КЛТ – 47% и перкутанная – 8%. Дальнейшие наработки привели к следующим показателям, что ДЛТ у нас уже составляла всего лишь 8%. Постепенно возрастающая нагрузка на контактную литотрепсию послужила поводом того, что мы вынуждены были временно от ДЛТ в нашей клинике отказаться. Так как для того, чтобы плановая работа могла выполняться, то необходима все-таки двухсменная работа, то есть должны быть две бригады. Но пока этот вопрос у нас решить не удается. Отказавшись от ДЛТ, отказаться нам позволило наличие в нашей области 7 центров, где проводятся дистанционные литотрепсии. Поэтому выход нас из этой игры практически не сказался на населении. Сравнивая полученные данные наших центров, в первую очередь мы отметили, что ДЛТ – это вероятность и метод разрушения мочевых камней, когда контактные способы являются более гарантными. Сторонники дистанционной литотрепсии говорят, что этот метод в два раза дешевле контактной литотрепсии. Но это в том случае, если контактная литотрепсия выполняется за один сеанс. Проведенный системный анализ работы дистанционных литотрепторов по Днепропетровской области показал, что ДЛТ в мочеточнике зачастую выполняется в 2-3 сеанса. Нередко допускается 5-6. По этой причине говорить о стоимости уже не приходится. То есть тут уже дистанционная литотрепсия просто начинает проигрывать контактной. И как казуистикам мы можем привести такой пример, что у нас одному пациенту при наличии камня в пилолутральном сегменте дистанционная литотрепсия выполнялась в 18 раз. Такое в жизни, оказывается, тоже случается. Мне могут сторонники дистанционной литотрепсии возразить, что контактные методы сегрегации мочевых камней это инвазивный метод. Но простите, а кто сказал, что бывают стерильные камни? Поэтому дистанционная литотрепсия также инвазивна. Работами Сергея Ивановича Бараника была доказана травматичность дистанционной литотрепсии. И не только для зоны локализации камня, а и близлежащих органов. Так на представленной схеме мы видим, что вот все фирмы, которые представляют дистанционные литотрепторы, говорят о том, что у нас диаметр фокуса ударной волны всего лишь 5 миллиметров. Но если посмотреть, что фокус еще и сопровождают ударные волны, которые не столь мощные, то получается, что зона воздействия на ткань органа расширяется. Ко всему еще почка является органом подвижным. И теперь расстояние, фокус, почка движется где-то 1,5-2 сантиметра ее движение. Таким образом, зона воздействия фокуса на ткань гораздо расширяется. И на этом слайде мы видим экспериментальные данные на собаках, когда было показано, что зона кровоизлияния гораздо шире, чем об этом нам ведают представители фирм. По нашему мнению, ультозвуковая пневматическая литотрепсия является наиболее безопасной. Лазерная контактная литотрепсия очень хороший метод, но, к сожалению, дорогой, потому что лазерные световоды, стоимость их очень высокая. И плюс, лазерные литотрепторы, они на сегодняшний день более востребованы для фиброволоконной оптики, что, в общем-то, тоже сказывается на ценовой политике. В нашей работе отражена информация о этапах развития борьбы с мочевыми камнями в нашей клинике. Поднят вопрос о приоритетности. Сопоставлены два таких метода, как дистанционное и альтернативно контактное разрушение камней. Отражены положительные и отрицательные моменты каждого. По нашему мнению, контактные методы разрушения камней станут приоритетными. Одна из причин такого тезиса является тот факт, что дистанционная литотрепсия, во-первых, ограничена размерами камня, сроком формирования камня. Чем старее, тем тяжелее он подвергается дистанционной литотрепсии. И в своей работе мы не хотели бы навязывать аудитории свое мнение. Мы поделились результатами своего направления. Нам понятно, что на данном периоде развитие малоинвазивной урологии в нашей стране на местах может заниматься тем направлением, которое определяется комплектацией каждого формирования. Поэтому, господа, считаем необходимым соблюдать правила. Иначе любой хороший метод можно просто искусственно опорочить. Мы считаем, что дистанционная литотрепсия является вероятностным методом разрушения мочевых камней. Контактная литотрепсия является более эффективной и гарантной. Для удобства выбора метода разрушения мочевых камней, учитывая различную комплектацию аппаратурой на местах, нам бы хотелось, чтобы в резолюции съезда отразить показания и противопоказания для каждого метода литотрепсии. Потому что на сегодняшний день, если честно, то каждый ваяет так, как хочет. В конце концов, нужно как-то уже что-то какие-то подвести, итоговую черту. Напоследок, хотелось бы желающих познакомиться с контактной литотрепсией воочию, пригласить в Днепропетровскую клинику урологии на двухнедельные элективные курсы. Официальным представителем Украины является фирма «Эндафорс» Киев. Их реквизиты вы видите на слайде. Ну и благодарю за внимание.